Шалом! В это непростое тяжелое время решил я как бы сказать пару слов. Известно, что сейчас евреев опять пытаются втянуть в эту войну, опять пытаются как бы разыграть еврейскую карту. И что такое антисемитизм? Никто не может сказать точно, что это. Но ведь за что не любят евреев, в частности фашисты? За то, что евреи привели в этот мир идею единобожия. О том, что Всевышний, Он правит этим миром. Ну, к сожалению, как бы его единство скрыто сейчас, его свет скрыт сейчас. И мы находимся в этом мире лжи, в котором находимся. Вот интересно мне, вот вспомните, совсем недавно был Пейсах. Я как бы еще не отошел от праздника, потому что до сих пор я кушаю мацу, которая у меня осталась в большом количестве. И, соответственно, как бы, ну, думаю об этом. В частности, хотел бы сказать о девятой казни. О девятой казни, ну, тьмой. Написано было, что Всевышний сказал Маше, подними руку свою над небесами. Что такое над небесами? В русском переводе, чтобы как бы не путать людей, написано к небесам. Ну, на самом небе написано над небесами. И сказали наши мудрецы, что имеется в виду, что Маше, он извлек из небес такую силу света, которую мы не могли перенести, которую мы называли тьмой. Ведь если взять Солнце, да, и посмотреть на него, мы же не можем его, ну, напрямую так просто посмотреть. То есть свет Солнца слепит. Точно так же и свет, вот этого, ну, свет, который мы не можем перенести, свет, который Маше извлек. Из-под небес. Мы не могли перенести, и поэтому он казался нам тьмой. Сказали мудрецы, что в последнее время Всевышний расчехлит Солнце. И этот свет непереносимый, который, ну, сейчас мы не можем перенести, вот, он как бы полностью уничтожит эту землю, которую мы сейчас видим, и создаст ту, которую нам нужно. Вот. И мы сможем перенести этот свет. Нет, мы сейчас пока не можем. Поэтому свет, который мы сейчас видим, нам кажется тьмой. И то, что сейчас происходит, нам кажется чем-то очень плохим. Поэтому с Божьей помощью нам нужно, как мне кажется, понимать, что все, что происходит, это сведомо Всевышнего. Он нам никогда не хотел и не может пытаться нам давать какое-то зло. Это добро, которое мы просто пока не можем, ну, увидеть и не можем его переварить. И поэтому с Божьей помощью скоро все будет хорошо. Поэтому с Божьей помощью скоро все будет хорошо.